Ребята, всех приветствуем. Сегодня мы уже побывали в Пятигорском городском суде, так называемом. Кстати, я хочу обратить внимание, что золотую выписку, ой, выписку, эту самую надпись, Пятигорский городской суд, она снята. То есть, как бы есть, но как бы нет, висят две таблички маленькие, которые можно вот так снять, увезти, и что там за люди сидели, непонятно вообще. Но суть не в этом. Процесс был по административке, как вы увидите. Ролик будет разделен на две части, потому что очень длинная. Снова препятствия журналисту, снова отказ видеосъемки, снова, в общем, бла-бла-бла, устные приказы приставам. Те применили силу физическую в отношении журналистов и просто людей даже. Вот. Процесс она не открыла. Вы это увидите на видеозаписи. Процесс она не открыла. Она также его не закрыла. Она, как всегда, убежала, спряталась. И, в общем, вызвали мы наряд. Приехал участковый, подали заявление. Мы конкретно этот случай не оставим, потому что мы будем добьемся того, чтобы те, кто в этом присутствовал, были наказаны. Любым случаем, неважно. Следственный комитет будет, МВД, ФСБ, без разницы. Прокуратура. И что хочу сказать. Самое основное было, для чего запрещена видеосъемка. Процесс был именно, шел о том, что о штрафстоянках. То есть, арестовали машину, некие полицейские, которые вы увидите, спиной сидели. И мы бы истребовали документы, как они это делают. Мини, может, только кто-то не спросился. Как они это делают. Но, видно, договорились со Степаненко, НВ. Вот. И тем самым, как бы она, лично она, сорвала заседание. То есть, проблем, как бы в этом не было. Мы не в первом суде уже участвуем. Точно так же с камерами. И бываем не в таких местах злополучных. И посерьезнее. Но, тем не менее, что хочу сказать. Я вообще не понимаю, что там за люди сидят. Они нас не хотели пускать. Вы это тоже увидели. Они не хотели, отказывались нас пускать. Потом пустили. Потом отказывали видеосъемки. Вот это вот уже второй раз крутится. Да, я забыл сказать, что она дочка бывшего председателя суда. Может, какие-то привилегии. А на сайте суда написано, что она была преподавателем начальных классов. Это очень серьезно, потому что она нас хотела, как двоечников, выставить из зала. Сказала, вам двойка, уйдите отсюда быстренько. А то я сейчас пожалуюсь охране. Вот. И вас в угол поставят. Но в угол нас не поставили. В угол мы их поставили. На данный момент. Почему так неадекватно все ведут себя? Ну, потому что, наверное, как вампиры. Их не видно просто на видео будет. В принципе, на этом все. Извиняюсь за шум. Возле дороги по-другому не снять это здание, чтобы вы понимали. Давайте опять зафиксируем отсутствие таблички Пятигорский городской суд. Вывески какой-либо. Я думаю, что аренда просто вывески закончилась на самом деле. И аренда здания тоже закончилась. Либо повысили аренду. А как вы понимаете, при смене правительства менять надо в том числе и их. Поэтому за свой счет не хочется все это продолжать. Судебный департамент не оплачивает. Да, и поэтому их придется менять. На этом благодарю всех за внимание. Всем удачи, всем пока. Судебный департамент не оплачивает. Прошу, вскрыт. Не, не могу. Прошу, вскрыт. Прошу, вскрыт. Прошу, вскрыт. выключить видеокамеру. Лицам присутствующим в зале заседания выключить видеокамеру. Вы сейчас журналисту предлагаете камеру выключить? Или лицам, правда. Или лицам? Лицам присутствующим в зале заседания выключить видеокамеру. То есть журналистам вы не препятствуете, я правильно понимаю? Лица выключают. Ниже того, что указанные распоряжения по тебе в случае, несмотря на вынесенное определение, не исполняются. То есть определение вы для журналиста не вынесете, я правильно понимаю? Представить и назвать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего видеосъемку, несмотря на распоряжение председательствующего. Здесь есть только человек, журналист. Вы сейчас, пожалуйста, себя. Вы сейчас к кому обращаетесь, я извиняюсь? К лицу к вам, проводящему видеосъемку. К человеку, к журналисту, который проводит видеосъемку, я правильно понимаю? Вы сейчас разговариваете, вы меня слышите, назовите. Прекрасно, меня зовут Михаил Михайлович. Фамилия ваша. Фамилия моя Пачукаев. Представьте, пожалуйста, документы, удостоверяющие вашу личность. Вам лично. Представьте документы, удостоверяющие вашу личность. Кому? Кому представить? Вам? Кому представить? Скажите, пожалуйста, приставам. Кому? Вам представить? Мне, пожалуйста, представьте. Вы мне свои покажите, пожалуйста. А я вам свои покажу. Я прошу внести замечание в протокольное судебное заседание. Ведут поступление повторного ходатайства о проведении видеосъемки. Передайте, пожалуйста. Вопросы о заседании также присутствуют работники ДПИС, вызванные по ходатайству лица. Я не лицо, я живой человек. Не путайте. Прошу, пожалуйста, ваше мнение о возможности проводить видеосъемки. Это у нас вызвано в качестве свидетелей. Пожалуйста. Противоречесый. Есть, что скрывать. Присаживайте. Я протестую, они не являются третьими лицами. Они являются участниками по делу. По изложенному поступлению повторного ходатайства, несмотря на вынесенное определение о том, что видеооснование для проведения видеосъемки. Они задом сидят, их никто не снимает. Повторно разъясняется заместителю главного редактора информационного агентства Копчатский регион Почукаве. Не Почукава, Михаил. Следующие обстоятельства. В адрес суда заместителя главного редактора информационного агентства Копчатский регион Почукаве поступило уведомление об использовании при проведении заседания средств видеозаписи. Изучив доводы ходатайства об использовании при проведении судебного заседания средств видеозаписи, прохожу к следующему. Согласно части 1 ст. 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дела в административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных частью предупреждения 286 настоящего горизиса, либо случаев, если это может привести к облашению государственной, военной, коммерческой или административной законодательности. В равных случаях из-за этого требует интерес обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве подъема административного правонарушения, членов Космей и близких, а также защиты чести и достоинства, возникнуть. Согласно части 3 ст. 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лица, участвующих в производстве подъема административного правонарушениях, и графы, присутствующие при открытом рассмотрении дела в административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи, фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и в информационной или коммуникационной сети интернет. Допускается с разрешения судей, органа, должностного лица, рассматривающих дело административного правонарушения. Как следует из пункта 18-го постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 года, номер 16, о практике применения Суда Незаконной Российской Федерации, о средствах массовой информации, при решении вопроса о возможности и порядке проведения фильмов или фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радиотелевидению, Суду следует исходить из соответствующих процессуальных норм, части 7, статьи 10, части 5, статьи 158 УПК РФ, части 3, статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации в административном правонарушении, части 5, статьи 241 УПК РФ, А также из необходимости обеспечения баланса прав каждого на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом, Часть 4, статья 29 Конституции РФ, статья 1 Закона РФ в средствах массовой информации, и право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести, доброго имени, на тайну переписки, телефонов, переговоров, почтовых, телеграфных, прямых сообщений, Статья 23 Конституции РФ, а также на охрану своего изображения, статья 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. От сотрудников ДПС ГИБДД поступило заявление, в котором они указали, что возражают относительно проведения судебного заседания с использованием средств видеофиксации. Кроме того, суд учитывает, что ранее аналогичная ходатайства заявлялась Казимову, в удовлетворении которого было отказано. Таким образом, суд не усматривает основания для проведения видеозаписи, из-за чего считает необходимым отказать от удовлетворения заявленного ходатайства об использовании при проведении судебного заседания видеозаписи, руководствуясь статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, отказать от удовлетворения ходатайства заместителя главного редактора информационного агентства подчасти региона Почепарова Михаила Михайловича об использовании при проведении заседания средств видеозаписи по делу административного правонарушения, предусмотренном части 4 ст. 12.16 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении Казимова Александра Михайловича. А ходатайство можете мое показать? Пожалуйста, я прошу принять в мере судебных приставов на виднение порядка зали судебного... Ну то есть письменно вы не хотите, да, мне дать ответ? ...проводительное заседание в условиях, соблюдающих права и законные интересы всех лиц, участвующих в деле, соблюдение балансов интересов всех участников процесса, в связи с чем было внесено уже замечание в протокол судебного заседания... То есть товарищ Степаненко препятствует журналистской деятельности, я правильно? Вы это просьба? Это ваша просьба? А покажите распоряжение суда. Распоряжение покажите письменно. Вот удаляется. Дополнительное. Покажите суда, либо прекратите видеосъемку. Сейчас обувь суверения отдаст. Вот и все. Удаляет. Удаляет кто нас? Кто удаляет? Представьте, ОП-04-222, ООО-03-8-5-0. Одного значка нет, у другого не видно значка. Покажите значок. ООО-03-8-5-0-4-2-3-7. Редакция СМИ уведомляет суд, но не ходатайствует перед судом. Это разные понятия. Ходатайствами право обладают только лица, участвующие в деле. Осуществляется подмена понятий. Удостоверение вернет. Вы сейчас хотите применить физическую силу? Сейчас будет наряд. Сейчас будет наряд. Сейчас наряд будет вызван. Ребята, сейчас по-любому документы не покажут. А вот эти товарищи впереди, которые сидят, тоже придется отвечать им. Которые против видеосъемки. Видеофиксации. Удостоверение пусть вернет. Саш, возьми мое удостоверение, пожалуйста, там. На столе. На столе, по-моему, лежит. Наряд вызовите. Петрович, вызовите наряд. Пятигорский городской суд. То есть письменно, ребят, вас не уведомляли, да? Судья вам так распоряжение дает. Отлично. Отходатайство не поступало никакого. Участники процесса. Вызови наряд. Я вызываю. Сейчас все сидящие напишут заявление. В том числе на пристав и на судью. А потом в Следственный комитет. Сейчас все подпишемся. Здравствуйте. Меня зовут Александр Александрович Казимов. А я нахожусь сейчас в здании Пятигорского городского суда. Ваше звание. Переключили нас на МВД. Хотим сделать заявление об преступлении. Прекращают ведет кемпу. Ну, кто? Откажите мне свою фамилию. Это сам кто мне прекращает? Приказывает здесь. Я вам уже назвал. Ну покажите, кто вы, что вы. Ну покажите, сейчас покажите. И что знак? Ну значок, и что значок? Ну вот смотрю, у меня на куртке ничего не написано. И что дальше? Не быстро, а нормально, чтобы я прочитал. Подождите, до какого числа у вас удостоверение? Кто такой? Он же не прочитал. До октября чего? Кто такой? Еще раз покажите. Я показал два раза уже. Так вы кто вообще? Как вы мне препятствуете? У вас письменное уведомление есть или что? От судей приказ. Что? Какое? Что именно? Вы слышали распоряжение? Я не слышал. У вас здесь письменное? Я не слышал. Это распоряжение, это не распоряжение. Письменно покажите мне? Или вы попадаете? Вы знаете, что вы пропадаете? Нет, это 144-й уже. На основе ничего. Вы понимаете, нет? Вот что вы делаете? Вы могли обжаловать его. Иначе отомжается наше право обжаловать. Как вы будете себя оправдывать? Защиту. А никак. Его сольют просто. Вот интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да что вы делаете? Я просто вас останавливаю. Подумаю. Меня зовут Александр Александрович Газимов. Я нахожусь в здании суда. Если не знаете, что делать, просто стойте и все. Вы сами себе сейчас пойдете. Хорошо. Вопрос облом соответствует. Хорошо. Ну просто, как по-человечески. Понимаете? Не то, что я боюсь так делать. Тебя спасают. Хорошо. Первый что ли? А вы чего боитесь, чтобы отсоснили? Пятки хожусь. Подожди, как принесли. А в Туапсе взяли же прямо с этого самого создания. Их двоих вывели. Вот такие же надо выводить. Вы пришлите, пожалуйста, наряд полиции. Мы точно просим. Граждане просят. Да. В Тачках так жить, что производители боятся, что их снимут на камеру. Прошиваем Александровский район. Всего Александровская. Просто нет необходимости. Да вы что? Ну мы можем вас и не снимать. А ты в сторону. Вы заявили, что... А вы... Или вы прекратите видео спину. Пригорь. Ну на основании чего? На основании устного тоже нет. У устного мне письменные только, чтобы я их обжаловал. И все. Не более того. Письменно будет, я выйду. Вот возьмите у нее письменное, что она запрещает. Я тут же уйду. Не вопрос вообще. Потому что они некомпетентны. Я не поставил. А у вас? До слова звенейте. Не верите. Не верите. Не верите. Не верите. Не верите. Садитесь. Садитесь, сидите. Восемь. 928. Беспредел заканчивается. Беспредел государственной. Беспредел государственной. Я не гражданин, я журналист. Можете журналист обращаться ко мне. Я не могу беспредел. А не будет. Потому что съемку не хотите. основание письменно письменно журналисту только это не к вот иди канцелярии проси их выйти все ты ты какую субординацию я чё на тебя работает служу что ты чего ничего не перепутал нет да ты 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 еще тогда хамничал и на тебя 144 будет заведена поверь мне чисто чисто из этого из принципа кабинет я вам сообщу наряду полиции вы откажетесь прислать я вас понял скажи нападение на журналиста на журналиста воспрепятствование деятельности журналиста статья 144 уголовного кодекса журналиста нарушение прав и свобод человека и гражданина все подробно объясним на месте главное удостоверение забрала и ушла теперь мы тоже вы создаетесь участниками данного дела никуда не выходим наряд уже выехал сейчас выясним всех документы вот этим людям дают корочки слышишь они по усому хотят закрыть на 15 суток а ну давайте попробуйте попробуйте печально закончится все для вас и пусть они предоставят письменное определение суда не выполняют решение а потому что у них документов нет документов нет у товарищей полицейских поэтому они сейчас и запретили видео всем хотя они не имеют права запрещать гбдт закрыта да михаил михайлович осветите пожалуйста мне на мой почтовый адрес по адресу села александровская старопольского края от имени лиц именующих себя судьями пришла некая бумага в виде телеграммы которая якобы оповещает меня о дате сегодняшнего заседания судебного в нарушение процессуальных норм требования законодательства без получения моей личной подписи о получении они меня таким способом хотели уведомить вот такими бумажками непонятного характера я официально не уведомлен сегодня о дате назначения суда соответственно мои права интересы свободы согласно конституции нарушены право на защиту нарушено я не был официально уведомлен о дате сегодняшнего судебного заседания прошу зафиксировать подписалась некая судья НВ Степаненко которая даже свою личность не удостоверила и которая нам предлагает это запретить видеосъемку и выйти отсюда по устному приказу здесь судья Лапушанская вообще есть которая исполняет обязанности надо вызвать ее сюда а может ее на работе нету до сих пор а мы не знаем господа приставы должны фиксировать внизу что это такое не только журнал посещения лиц участвующих в деле но и судей которые приходят сюда понимаете благодарю сегодня зафиксировано у вас в журнале что судья Слепаненко пришла на рабочее место или нет или она пустует а они не фиксируют даже пресс-секретаря празднула сегодня ее нет на рабочем месте да ладно сад все тоже мелочи это не мелочи нет то есть закон есть о полиции где написано да видно написано для них гласность и открытость а у нас почему то товарищи полицейские чего то все время боятся боятся на камеру попасть боятся удостоверение показать боятся некомпетентности своей показать потому что придется по закону отвечать хочу официально заявить при составлении административного протокола уже в нарушении всех профессиональных норм и сроков на территории штрафстоянки города пятигорска уже когда я нашел похищенный у меня автомобиль транспортное средство и опечатанный неизвестным лицом уртаевым составлял административный протокол лицо присутствующая в этом зале вот пожалуйста да 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 это лицо присутствующих в зале так вот я запечатлел его при составлении административного протокола все есть у меня на видео заснято для высшестоящих инстанций в кабинете на котором существует аббревиатура запрещенная верховным судом российской федерации как националистический знак вот он составлял протокол административный в отношении меня под значком вот таким большим славянский союз запрещенный верховным судом нет нет краевым старопольским верховным судом эта организация признана экстремистской и данное лицо исполняющий обязанности полицейского я запечатлел составлял этот протокол вот под этим знаком мне кажется что все могло быть по-другому спокойно пройти заседание никто бы никому не препятствовал у нас есть видеоматериалы и в отношении другого лица сотрудника якобы полиции который не представился на видео убежал с места совершения преступления при запросе мной у него официальных документов правоустанавливающих вот так и смог подтвердить на месте что он является сотрудником полиции и на основании каких документов и действий был похищен мой автомобиль он в спешном порядке как видно из видео заснятого мной и при свидетеле спешно покинул место происшествия номер заснят также мной было заснято что данный гражданин используя служебный автомобиль стоял под знаком 3.27 стоял без включенного проблескового маячка совместно с включенным спецсигналом соответственно это не дает ему права приоритета и он также подпадает под действие данного знака они считают законом освобождаются только лица имеющие включенный таксометр таксисты либо перевозящие инвалидов 1-2 группы для других лиц там не установлено никаких ограничений послаблений соответственно даже сотрудник полиции якобы который попал под это наряд наряд приедет да да наряд ну отлично они тоже ждут ну это прекрасно сейчас мы камеры подключаем потом следственный комитет и поехало и данных сотрудников тоже надо будет обязательно проверку проводить вот да насчет это самое славянского союза не хотел нам кстати не фedes не Почему это заявляют? Я усматриваю в действиях лица, именующего себя судьей, выступающего от имени Российской Федерации, в данном случае запрет на проведение видеосъемки, воспрепятствование деятельности закона и журналиста именно в том, чтобы не было отражено на видео и не освещено публично правонарушение со стороны органов исполнительной власти и некомпетентности самого лица, именующего себя судьей. Говори, говори, что хочешь. Говори, говори, что хочешь. Это знак оккупации какой-либо территории, то бишь победы. Соответственно, мне непонятно, я как участник процесса не могу быть повержен каким-то знаменем, для чего это все устанавливается. Дело не в этом. Вы поймите, дело в том, что даже те законы, которые установлены, которые должны работать на пользу человека и гражданина, они не работают. И они не хотят работать по закону, потому что если они будут по закону работать, тогда придется как бы отвечать перед законом. А они работают по беспределу все, в том числе сотрудники полиции. Не все, кстати. Не все. Есть нормальные, адекватные, я сам знаю. Что касается сотрудников, например, ДПС, это чисто так. Прокатило-прокатило, не прокатило-не прокатило. Вот так вот. Да. Их надо просто привлекать обязательно по закону. А в чем вообще дело? В чем проблема? Дело в том, что сейчас будет выясняться административка, штрафстоянка и все остальное. Проблемы еще раз говорю. Проблема в том, что договора между штрафстоянкой нет, документов на штрафстоянку, соответственно, тоже не будет. И все остальное. Они это делают по частной договоренности. Ни одна стоянка уже была закрыта таким образом, понимаешь? То есть сотрудники приезжают уже на эвакуаторе вместе с эвакуаторщиком, хотя должны на служебном транспорте их вызвать, понимаешь? И затем уже составить протокол, все как полагается по закону. У них есть 664 приказ, как это делать все. Но, тем не менее, они берут на шару, возят, а потом уже составляют протокол и все, что нужно, необходимо. Люди точно так же оплачивают эти штрафстоянки добровольно, при том никаких документов им не выдаются, да, не выдаются на руки никаких документов. То есть, соответственно, здесь взаимосвязь прослеживается. Вот это конкретно судья и боится. Что если это выяснится, то по шапке получат очень много людей, которые, так скажем, связаны со службами, исполнительной власти, так сказать. Особенно в городе Пятигорске, где беспредела, в принципе, на КМВ очень много. По статистике, Пятигорск самый криминальный город в России, считается. Не зря, где-то, по-моему, в 90-х годах была книга, бандитский, вот этот Петербург весь фильм, а то есть книга, бандитский Пятигорск. Я в интернете ее искала. Они всех бандитов потеснили. После этого зачистки будут и в их рядах, и проверки будут проводиться в том числе. Я услышала случайно, что оказывается, есть книга «Бандитский Пятигорск». Я нашла в интернете эту книгу, я ее скачала и читала. Это ужас какой был. Это ужас, что вы говорили. Оно и сейчас продолжается. Такие сухи. Я даже не подозревал, что мы в такой сухе. Уважаемые правдами, вы становитесь сейчас свидетелями вопиющего нарушения прав человека и журналистской деятельности. Это вообще неплохо. Нет, дело в том... Невообразимо! Да, да, первый раз такое. Конечно, впервые. На меня это шок. На меня это шок. Дело в том, что она даже обратилась не как к журналисту, хотя получила официальное уведомление. А у тебя есть на руках о том, что ты сдал это уведомление, они получили, и тем не менее сейчас манипулируется КОАПом. Это означает, что судья некомпетентна. Судья вообще ничего не знает. Понимаете, вот в чем момент. Хотя могла бы сделать все иначе и по-другому. На стороне закона быть, а не понятий. Вот в этом проблема. Поэтому в этом плане я считаю, что зачистка в городе Пятигорске, она нужна обязательно. Предайте, пожалуйста. Не, не, не надо. Я знаю, я видел. Пускай у тебя будут. Из-за административки они так испугались. Так какой тут секрет? Почему нужно снимать? Какая здесь военная тайна? У нас видел, что сняли на государственном нарушении. Причем, одно из того, что я смысл, пропадает под уголовность. То, что тут два лица при исполнении не хотят, чтобы их не сняли, боятся, что их узнают. И скажут, да, притащили коррупционеров в суд. А нет. Но мы их можем не снимать. В чем проблема? Нет, мы их будем снимать. Вы обвиняете или что, коррупционеры? Предполагаете. А зачем вы так говорите? А чего вы так боитесь? А чего вы так боитесь? Чего вы боитесь? А чего вы боитесь, чего не боитесь? А что вы так вдвоем сказали, что против видеосъемки? Я считаю, что она не нужна. Вот что я могу сказать? А мы считаем, что нужна. Что вы боитесь, что упасть на меня? Страна должна знать свои герои. Значит, что-то незаконное, правильно? Если бы вы были привлечены в качестве простых граждан, как свидетель, я согласен, вы могли бы попробовать рассказать. Но в данном случае вы при погонах, то бишь вы лица, осуществляете деятельность свою, правильно? В служебном. Вы об этом заявили. В служебное время. Вы сейчас на службе находитесь. Да тем более они сидят спиной, не лица вообще никто на спину. Но вы сейчас на службе, вы при погонах, при удостоверении, правильно? Правильно. Нам законодательство разрешает лиц, которые осуществляют деятельность законную, любых. Я вам не запрещаю снимать. Ну вот я вам говорю. Как не запрещать? Я считал, что это по вашему ходатайству. По вашему ходатайству. Вы не хотите, чтобы вы слышали, что я говорю? Сам правовой казус состоит в том, что лица органов исполнительной власти только что заявили это самое ходатайство, а у судей уже был готов ответ с участием данных лиц. Все это заметили? Все заметили. Отлично, да? Как готовятся заранее ребята? Неделя уже. Что не явятся и что будет заявлять такое ходатайство? Да, да, да. Я вижу, что они в своих полунах, они имеют больше власти заявлять там что-то... Сейчас приедет полиция, составим протокол, в том числе на всех абсолютно, заявление, да, и по 144-го запрете, и в том числе квалификационную коллегию на судью обязательно. Второй раз. Уже второй раз она получит, прилетит. А в третий раз можно? Три раза. А я думаю, в третий раз ее уже не будет. Жалоба в квалификационной коллегии суде не находана. На имя председателя судебного... Она дочь председателя суда. Бывшего? Да. Дочь бывшего председателя суда работает в суде, судьей. Кто? А, я сейчас смотрю на сайте учительница ваших классов, ну как она в суде ведет? Да, по документам на сайте суда она числится как учительница старшего... То есть юридического образования нет получается? Нет, наверное, нет. Там написано учительница ваших классов, педагогическое образование. Ой, кошмар. Так она поэтому и ставит здесь всех. Двойки всем, да? Нет, вот выйди из класса. Ой, какой ужас. Кому доверяют человеческие судьбы? И вот эти люди без образования... Представляют интересы государства. Да, от имени Российской Федерации выносят какие-то решения тупые, незаконные. Поэтому вам заявляю, что мы... По беспределу, как на зоне. В данном случае участникам процесса, а также я являюсь сотрудником СМИ, и мы проводим независимое журналистское расследование по поводу деятельности незаконной Пятигорского городского суда, органов исполнительной власти. Значит, надо в суде запрашивать документы на эту судьбу. Так что по вам мы проводим отдельное расследование, господа офицеры, если вы такими являетесь. Ну, хорошо. Вы думаете, вот это судьбу себе, да? Так, да. Да. А начальник не расскажет, сколько он уносит? Начальник все расскажет и покажет. Не расскажет, что ли? Не, не. Значит, вместе. Валя, его не полезно. Вы являетесь юристом? Нет? Можно потом? Надо, не прийти, да? Я вас не хочу показать правовой казус. Вы зачем это делаете? Почему вы так переведены? Значит, вы знаете, кого? Давай. А вы суждены, что вы вадим? Ну, к чему это? Что провоцировать? К чему это? На что вы рассчитываете? Что вы рады? Ну, отчасти заставляете. Молчать себе, проглатывать. А вы тут будете вставать. Да? Что? Что? Уже не надеется. А на чем заключается? Надо смотреть за безопасность движения, не пристегиваться к людям. Надо, не надо. Ну, вот едут. Поп, палки. Предотвращать они должны. Предотвращать. А они не предотвращают. Тогда, пожалуйста, поднимитесь на четвертый этап. Ваш кабинет 42. Мы здесь все находимся, лица, которые... Не покидаем зал. Хотим составить соответствующие бумаги, заявления и так далее. Кстати, я хочу обратить внимание, что судья не открыла заседание. Нам препятствует незаконно лица, именующие себя сотрудниками ФССП. Конкретно. Они препятствуют. Без оснований, так как судом не вынесено официального определения. По устному распоряжению судя. По устному распоряжению. Путное распоряжение не является нормативным правовым актом и не влечет право в последствии. Я говорю, вы подождите, давайте поднимитесь, пожалуйста. Мы по телефону разговариваем с вами. Вы возьмите у людей, пожалуйста, объяснение. Заявление. Которые люди хотят сделать. По 144-й. В данном случае я являюсь... Пожарите, в данном случае я являюсь участником процесса. Журналисты находятся здесь в зале тоже. Давайте поднимайтесь. Кабин 42. Ну мы уже договорились там. Ну чё вы? Да. Он светиться не хочет на камеру позже. Сейчас засветится. Ну он же прислал. На заклание прислали участкового. А это всегда так? Нет, нет, нет. Вот это правильно. Вот это правильно. По данному участку он сейчас отбирает объяснительные. Они правильно сделали, потому что если бы приехали с определенной полиции, они в любом случае вызвали бы участкового. Угу, без него никак. Да. Он уполномочен. У меня все разговаривали, записывается. Все пишется. Вот это, кстати, правильно. На основании... На основании исплавляют правильно закон. У меня все ходы записаны. Тоже самое. Все записывается. Каждый раз... Каждый раз... Систковый сейчас будет составлять. Меня не удивляется, почему люди себя так ведут. Потому что они такой пример дают. Поэтому люди себя так и ведут. В обратку. То есть ни камера не пишет? Пишет. Ну я тогда чуть-чуть отступлю. Данные сотрудники полиции, видимо, просто предполагали, что вот я являюсь не местным человеком. Приехал, как говорится, деревенский парнишка. Можно его по нашей схеме отработанной обуть, автомобиль забрать. И, как всегда, по прокатанной схеме 2,5 тысячи забрать. Нет, это у вас предвзятое... Не прокатит. У нас в Пятигорске все равные. Все порядочные. Да. Это у вас предвзятое отношение к полицейскому. По-анцельскому. Это вы брать. Ребята, у нас уголовный... Сейчас... Сейчас поднимется... Участковый. Составим. Участковый пришел уже, поднимается. А почему так? Подождите, сотрудник полиции поднимается. Ну, это будет незаконно. Сотрудник полиции поднимается. Что вы делаете? Дайте ему уголовную статью. Подождите. Дайте уголовную... Да. 144-я готова? Если вы сейчас не выключите устройство... На основании чего? А вы не можете удостоверение с тобой? На основании правил поведения. Покажите свое удостоверение. Кто вы? Кто со мной разговаривает? Сколько вам нужно времени, чтобы выполнить мои требования? Кто со мной разговаривает? Покажите, пожалуйста, удостоверение. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Лично на вас будет составлено... Сколько вам нужно времени, чтобы... 0-4-110, ого. Я еще раз спрашиваю. Вы хотите 144-ю? Вы сейчас заработаете все. Вы действуете от одного нескусственного распоряжения. Письменное, сделайте письменное. Наконец-таки сотрудники полиции поднимаются. Сотрудники полиции, вы здесь нет, заходите сюда. А то тут беспределы. Вы хотите вас видеть, заходите, заходите. Заводите сюда сотрудники полиции, что он там прячется? На месте преступления составляют документы. А разве службу судебных приставов не упростили в другую? Почему вы еще носите вот эти названия ФССП? Это же принудительного исполнения теперь. Вот, заинстите конформацию. Вы заблуждаетесь, понимаете? Вы подпустили. А, ну так, вы это уже проверили. Все придумывают. Народ пытаетесь поднять. А вы что делаете сейчас? Не поднимаете его своими действиями незаконными? Ты посмотри, провокатор какой, а? Это ты провокатор. Не на ты, а на вы. Это ты на службе. Я вы сказал. Так обоснуй в том, что провокатор, и в том, что вы скрываете здесь все. Обоснуй. А ты разговариваешь. Ну с тобой можно. Ты жвачку жевал так нагло просто. Ты это сердечная, ты Пушкин даже говорил. Ты, я убираю между нами, понимаешь, стенку. Наше взаимопонимание. Ну что ты обижаешься сразу. Смаль, вы не с врагами уже разговариваете. Да в том-то и дело. Ну вы же сами говорите, на вы меня. То есть врагом меня. Вы о том говорите, что... Можете на ты меня. Олег, да, я ходил на вы, еду на вы. Это с уважением относитесь. Нет, это не уважение. Ну на меня за счет наврага. Вот ты знаешь, значит, славянская история. Но зачем такие вещи делаете? Молодец, красавчик. Но зачем такие вещи делаете? Вы кому служите и как? Есть закон. Уберите, пожалуйста, вспышку и идем с вами. Вспышку уберите. Я, во-первых, от вас убрал. Вы вспышкой мне слепите глаза. Вот я, смотрите, куда... Ну ладно, 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 Саша. Смотрите, вы просто действительно на основании устного распоряжения вы себя подставляете, ребят. Ему ничего не будет, она защищена судом. Вы нет. Вы нет. Судья вынесла распоряжение. Пусть оформит его письма. Закон на, она должна. Ты пойми, закон на. Я вам объясню. Она должна определение вынести. Иначе, вы поймите, пожалуйста, иначе тогда, смотрите, она нарушит наше оппорационное право на защиту. Она наше право на защиту. Либо прекратите. Вот по юмку. 144-й. Наше право на защиту. Либо прекратите с юмку, либо выходите. Вы готовы под 144-й? То есть вы сейчас запрещаете деятельность, журналисты. Я буду обжаловывать. Вы не научно, как я обжаловываю. Это мое право на защиту нарушает. А всех, всех попросите? Ну, мы потом... Ага, вы готовите вручную. А, всех? Он участвует. Не попрекращайтесь. Никто ее не разговаривает. Это вы не снимал. Вы мешаете, мы не мешаем. А кто он не снимал? Журналист? Ну, покажите удостоверение. Положение внутреннее есть, допустим? Ага, вам бумагу написали, печать поставили, подписали. На самонитову работает. Правильно? Правильно. Не устно, что вам Захарова позвонила. Работайте так. А Захарова тоже не знает. Кому вам? Журналистов? На основании чего? На основании чего? На основании чего? На основании чего вы журналист? Ты что, прикалыш? Ты удостоверение мне только что принес? Уведомление только что видели. Что? Талон. А, вот так у тебя тоже талон. У тебя тоже талон. У тебя тоже талон. Да нет образца у вас. Да ничего у вас нет. За 10 рублей купили, да и все. Что вы там рассказываете? Так и ты предъяви доказательства. А он по закону с ним работает. У него закон. Нету. Нет, ну, в общем разница. А где участковый? Проходите. 144 еще раз. Это просьба или требование? Пока поль. Я вашей просьбе отказываю. На какому сегодня? На основании того, что я журналист. Мешаю. А у вас письмо. Мы тогда в городу забрали. Смотрите, косяк чувств. Хорошо. Хорошо. Ваша юра... Мы можем автоматизировать жаловку. Хорошо. Смотрите, в вашей инструкции нет такого определения. Вы можете исполнять обжалование это определение, что оно незаконное. Вы знаете, нам больше ничего не надо. Мы не хотим ни провокации, мы не хотим... Незгорь. Незгорь. У нас определение. Я вам даю выбор. Либо припечатать... А вы мне условия ставите? Она знала ничего. Условия вам подставила судья. Она мне условия не может ставить. В данном случае, что... Она мне условия не может ставить. Я вам объяснил уже. Я вам тоже объяснил. Я думаю, что мы прекратим на этом разговоры наши. А знаете почему? Я вам только что объяснял. Вот сейчас я на видео тоже... Да не выключим мы. Два полицейских якобы были. Вот они являются участниками процесса. Они украли у меня автомобиль, составили незаконно акты. Чтобы не освещать прессу, В прессе я прессу пригласил. Судья специально вынесла... Где участковые? Якобы, чтобы не было съемки. Где участковые? Из-за этого все, понимаете? И вас из-за этого вызвали. Чтобы не освещать в прессе. Да. Сотрудникам утикновского ГИБДД. Нет, мы будем снимать, потому что они... Это видеофиксация нарушений идет. Кстати, это самое... Гражданин... А почему у вас затерты номера, значков? Почему затерты? Почему затерты? Почему вы нас снимаете? Потому что мы граждане. А что вы делаете? Вы снимаете. А, записываете. И мы вас записываем. Что у вас проблемы? У вас видеозапись ведется. А вы сама нарушаете. Видеозапись ведется у сотрудников. А почему значки затерты? Почему их плохо видно? Вот этого значка не видно. Там не видно, там не видно. Здесь более-менее вот так надо подойти. Что видно? Номер значка должен. Видно четко. Отсюда читаться он должен. А у вас затерты. Подойдите ко мне и покажите. Подойдите и покажите. Удостоверение не значок. Удостоверение. Удостоверение. Удостоверение не видно. Обоснуйте свой ответ. Номер значка не видно. Что мне обосновать? Подойдите, посмотрите. Я у вас документы требую. Это вам нужно подойти. Вы же хотите посмотреть. Да вы что? Я у вас дома что ли сижу? Вы сказали. Я у вас дома сижу. Не перебивайте. Я у вас дома сижу. Да вы что? Вы что начальник что ли? Вы что начальник что ли? Вы попросили значок. Я не понимаю. Его не видно. Попросил. Правильно. Номер значка почему не видно? Затерты. Все значки почему у вас затерты? Хорошо. Вот снимайте. Вижу. ОП 03 850. Они у вас одинаковые? Доволен конечно. Теперь будем знать на кого составлять заявление. Составляйте. Обязательно. Сейчас придет уполномоченный и составим. Не переживайте ребят. Вас набрали как будто по объявлению. Знаете вот честно сказать. Набираем охранника. Покажите. Давай. Сафаров Антон. Отчество скажи пожалуйста. Отчество. Андреевич. До 20 года какого месяца? До 14 марта. Значит выключите пожалуйста телефон. На основании чего? Скажи мне пожалуйста. На основании правил. Я выключу. Я готов выключить. Я готов выключить. Вынесут мне. Вот вам дадут письменное определение. Я запрещу. Ребят выключу и уйду. Все. Я серьезно говорю. Ребят не нужно письменно обжаловать. Вы поймите что журналист это немножко другое. Я не участник суда. Я фиксирую. Вынесет определение. Дай вам бумажку. Блин. Выключаем мы уходим. В чем проблема? Нам только нужно от нее определение и все. А в чем проблема? Выключить телефон дождаться пока вынесет постановление и уйдет. Вынесет. Я же говорю еще. На прошлом. У тебя не было наверное на прошлом. Просили вынести определение. Хотя бы написать. Просто написать. Что я такая такая запрещаю. Все. Взял. Ушел. Я не против. Мне это не нужно с вами здесь качать. Потому что мы все с одной земли, с одного города грубо говоря. Зачем нам это качать? Вас используют сейчас в виде силы. Вы же не участник. Нет. Я уведомление. У Александра находится уведомление. Где суд принял его. Понимаешь что он делает? Это он может запросить. Нет. Это не он может запросить. Уведомление мое. Я ему передал. Здесь написано. Что получено. Все. Все уведомлены. Это не ходатайство. Вы не путайте просто с ходатайством. Поймите. Вот например. Когда ходатайство может подать лицо какой-то участку. Правильно? Мне звонил. У меня записан разговор. Мне нужен отказ. Мне нужен отказ. Я стою и ухожу. Все. Ребят. Мне ничего больше не надо. Вот реально. Мне ни вы, ни заявление, ни сусорок. Мне ничего этого не нужно. Мне нужен от нее отказ. Чтобы я подал на этот самый высшестоящий политикционер. Все. Понимаешь? А вместо этого она сейчас прячется. Не хочет выдавать вам устное поручение. Вы поймите, что... У нас есть в законе прописано, что съемка запрещена. Нет в законе этого, что журналисту... Она может быть физлицем запрещена. Журналисту она не может быть запрещена. Есть закон о СМИ, как на действующей рабочей. Вы сейчас не заявлены, конечно. Есть моменты, в которых... Все верно. Вы это прекрасно понимаете. Нет. Мне видеосъемка не может быть запрещена. Ребят, если бы она запрещена, вот я вам серьезно... Если бы она была запрещена, если бы она была запрещена... Это если бы закрыто... Если бы она была запрещена, она бы вынесла определение. Все. Вы согласны? Но ни одного документа вам... На прошлом заседании ни одного документа, даже пресс-секретарь Еленой... Как это там жил? Да, нам она не... Но суть не в этом. Она тоже была... Говорите. Вы поймите. Вам дают приказ, вы его исполняете. Да вот я сейчас покажу. Хорошо, письменно. Она сказала, что на полицию... А письменно она не хочет. А потому что вы не участник процесса. Правильно. Вот правильно только что сказал, что я не участник процесса. Я вам это 10 раз до этого... Ну правильно, ну. А норму код... Я не участник процесса. Можете получить определение, позывай. Ешкин код. Да я уведомил. Она должна была отказ на него написать. Ребята, уведомительная форма. Резолюция просто написана. Знаете, отказ. Или резолюцию. Да, написали. Отказ в видеосъемке журналисту такому. Все. Покидаем. Не надо было никаких качелей. Покидаем. Я закрываю, ухожу и остаются ребята, которые в процессе участвуют. Все. Вы думаете, нам это нужно, видеосъемка? Нам нужен отказ от судей. И все. Даже просто письменно. Не надо на бланку. Не надо было уже в протокол. Какой протокол? Она даже заседание зашла, не открыла. Заседание не открыто, на видео было зафиксировано. Так о чем можно речь вести? Она не открыла заседание, когда зашла. По правилам она должна открыть заседание. Попросите написать. Ребят, встаю, ухожу. Вам это не надо. Мне это не надо. Ну что вы качели устраиваем друг с другом? Вы просто выключите телефон, выйдете и потом запрашиваете, что хотите. И что я буду делать? Почему? Почему? Вот тебе скажут, отдай права, вот гайцам, отдай права, как тебя остановят. Отдай и потом запрашивай за требуя, а они свалят куда-нибудь. И ты будешь вот это вот доказывать, что они у тебя забрали. Мы это все проходили. Не первый раз. И Кисловодский суд, и Ставропольский, и все остальные. Пускай позвонит Ставрополь председателю. Они тоже в курсе. Там есть такая бойко заведующая. Пускай наберет, спросит. Они дадут, уведомят. Все. Зал вообще очищают? Он участник. Да. Получите у них письменное распоряжение. И все, вам письменное. Все? Да. Хорошо. То есть физическая сила будет применена? Вот она уже применена. Хорошо. А где участковый? Здесь, блядь. Где участковый? Выходите. Вы меня сейчас? Да. На основании чего вы сейчас руки применяете? Подождите. 28, значок, покажите свой. 74. 28, 874. Правильно? 28, 474 ОП. Вызывайте. Поехали в отдел. Это второй этаж, Петр Иванович. Мы сейчас в отдел проедем. И в следственный. А что же он остался? Кто? За 17 дней уже. А, надо было уйти ему просто-напросто. Сейчас позвоним, скажем, идет. Она не открыла заседание. Как-то непривычно. А вот, вы участковый? Здравствуйте, а почему не поднялись? Мы вас полчаса уже ждем. Идите, выйдите, посмотрите, что там мест нету, где машины ставить. Вы сказали, что вы уже находитесь здесь. Я не сказал, что я здесь нахожусь. Хорошо, давайте мы заявление составим. Так, где Кузьминов? Кто такой Кузьминов? Ну, кто на 02 звонил? Козимов. Козимов где? Где Козимов? Козимов на четвертом этаже. Покиньте. А вы не хотите у нас принять заявление? Мы у вас у вас сейчас спросим. Сейчас я поднимусь к человеку, который на 02 звонил. Значок можно ваш? Значок, значок. 0, 0, 6, 0, 25, СТВ, полиция. Поехали в отдел. Надоело это уже все эти самые. Поехали в отдел и в следственные съезды. Поехали в отдел. Поехали в отдел.